Здравствуйте дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. И сегодня я хочу с вами поделиться очень вкусным рецептом маринованных огурцов. По этому рецепту я очень много лет закрываю огурчики и получаются не только очень вкусными сами огурцы, но и невероятно вкусный рассол. Этот рассол мы всегда выпиваем и никогда его не выливаем. В прошлом году я уже делилась с вами этим рецептом, но так получилось, что почему-то ролик у меня исчез с канала. Поэтому я решила продублировать. По просьбе, можно сказать, подписчиков, которые уже закрывали по этому рецепту, в общем-то я так и узнала, что у меня нет этого почему-то ролика, когда меня попросили скинуть ссылку на ролик, но я его не нашла, его нет. Что нам понадобится? Конечно, нам понадобятся огурчики. Огурцы я никогда не замачиваю. Вот вчера мы их собрали и я приехала, перемыла их хорошенько и сразу замариновала. Очень важный момент. Перед тем, как мариновать огурцы, обязательно очень тщательно промываем огурцы холодной водой. Банки промываю и крышки с содой. Крышки отдельно еще кипячу. Да, и сегодня я расскажу два варианта, как можно по этому рецепту закрыть огурцы. Это без пастеризования и с пастеризованием. Что нам понадобится? Значит, мы помыли огурчики, помыли банки и начинаем укладывать в баночки. Так, здесь у меня не очень видно. На дно банки я кладу 5-6 колец моркови. Морковь должна быть достаточно крупная и такая примерно толщина в сантиметр. 5-6 колец лука репчатого, тоже примерно толщиной в сантиметр. Это я все говорю на литровую банку. Здесь у меня 800 граммовые, но 800 граммовые и литровые одинаковое количество ингредиентов кладу. Если вы хотите закрывать в полутора литровые, в двух литровые банки, то, конечно, нужно все увеличить пропорции. Дальше на литровую банку 5-6 горошков душистого перца добавляем и одну целую гвоздику. Если вы не любите гвоздику, можно не добавлять гвоздику. И также добавляем зелень. В данном случае у меня веточка сельдерея добавлена. Можно добавить небольшой пучок петрушки, либо кинзы или базилика. Я никогда не добавляю укроп. И сейчас вот скажу почему. Мне кажется, у нас у всех разные вкусы. Я не могу сказать, не хочу вернее сказать, что когда мы консервируем в сочетании чеснок, лавровый лист и укроп, что невкусно получится. Конечно, вкусно, но у нас у всех разные вкусы. И на мой вкус сочетание лука, репчатого, моркови, любой зелени, кроме укропа. И обязательно я еще добавляю половинку небольшого сладкого перца. Вот мне такой маринад больше нравится. По моему вкусу он больше подходит. Вот. В общем, что, еще раз повторюсь, это морковь 5-6 колец, 5-6 колец репчатого лука, веточка любой зелени, кроме укропа, половинка сладкого перца и гвоздика и душистый горошек. Все. Первый способ, как я закрываю с пастеризованием. Я сразу наливаю маринад. Маринад я готовлю так, на 1 литр воды, 4 чайные ложки соли без горки, 8 чайных ложек сахара с небольшой горочкой и 8 столовых ложек. Если соль и сахар у нас чайные ложки, то уксус столовый. 8 столовых ложек мы добавляем. Это 9% уксус. И вот кипящим рассолом я заливаю свои огурчики и ставлю на пастеризование. В кастрюльку я кладу обязательно какой-то кусочек ткани. Это может быть марлечка, может быть какая-то тканевая салфетка небольшая. И вот в кипящую воду я погружаю уже вот эти баночки. Вода должна кипеть. Погружаю вот так вот по плечике и пастеризую их 5 минут. Как только увидели, что стали появляться пузырьки в маринаде, сразу баночки вынимаю, закрываю крышками и в общем-то все. Наши огурчики готовы. Переворачиваю вот так вот на крышечку и все готово у нас. Если вы не хотите пастеризовать, можно сделать тройную заливку. То есть после того, как мы уложили все ингредиенты в баночку, первый раз заливаем кипящей водой, оставляем на 10-15 минут, затем воду сливаем. Второй раз заливаем кипящей водой, оставляем на 10-15 минут, сливаем. И третий раз уже заливаем маринадом. И таким образом огурчики будут хорошо храниться и они не будут взрываться. Ну вот все в общем-то, что я хотела рассказать. Попробуйте, может быть вам тоже этот рецепт придется по душе. Мы очень любим по этому рецепту огурчики. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok